Всем привет, с вами Давид Илович. Сегодня на обзоре очередной NVMe SSD объемом 512 гигабайт HP серия EX900 PRO. Кстати, данное SSD можно купить по хорошей привлекательной цене. Ссылочка будет под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и если все понравится, можете покупать. Благодаря вам мы собрали всю сумму на покупку данного SSD и благодаря всем участникам, кто участвовал в сборе на этот SSD, он сегодня на обзоре. Этот SSD уже разыгран, если хотите также выиграть SSD, переходите в группу ВКонтакте, там есть вся информация. Для тех, кто давно смотрит мой канал, уже знает, что накопители под брендом HP сама компания HP не делает. Это делает компания Bewin Technology, китайская, и просто по соглашению с компанией HP клеит бренд этой марки. Серия накопителей NVMe с приставкой PRO от компании HP говорит о том, что здесь у нас есть DRAM кэш, а следовательно стоит ожидать хорошие результаты на тестах. Что касается скоростей, заявлено 2240 на чтение, 1960 на запись, вот такие вот непонятные странные цифры, гарантия 5 лет, ресурс 320 терабайт на запись. В принципе, ничего особенного, даже по скоростям, даже скорости не такие высокие, как хотелось бы. Например, чтобы там скорость чтения была больше 3000, а скорость записи была заявлена больше 2000, ближе к 3, но здесь такого нет. Что касается контроллера, чипов памяти, DRAM кэша, никаких данных нет, поэтому давайте переходить к тестам, обязательно снимем наклейку, все посмотрим и узнаем, что же скрывается под наклейкой и что может показать этот SSD на тестах. Накопители HP поставляются стандартные компактные упаковки, HP SSD X900 PRO M.2, голографическая наклейка HP, объем 512 гигабайт, тоже в виде наклейки. С обратной стороны у нас кратенькие характеристики нашего SSD, по скорости ничего нет. Для получения информации о гарантии и подробной информации о продукте, смотрите, краткое руководство и гарантийное заявление. И присутствует такая вот наклеечка, где у нас указан изготовитель BWIN Storage Technology Limited и импортер у Atlas, это компания DNS. Сделана в Китае, дата производства сентября 2020 года. 5 лет гарантии у нас здесь указано и все, больше никакой информации нет, судя по упаковке зашорканной давненько, да. Год уже лежит где-то на прилавках и ждет своей покупки. Дождался в итоге. Давайте смотреть, что у нас находится внутри. Такс, пусто. Стандартная упаковка, жесткий картонный блистер, я не знаю, блистер-подложка, вот, с ребрами жесткости, все по красоте. Такс, ну-ка, давайте-ка мы сейчас, опа, достанем внутреннюю вкладку. Достанем кратенькое руководство, с поролоночкой, чтобы все плотненько лежало. Такс, ищем, ищем, ищем. Русский язык, так вот, заявление, инструкция поначалу работает, заявление гарантии, все. Ничего интересного здесь нет. В комплекте также присутствует винтик для крепления SSD в M.2 разъеме, за это отдельный респект производителю. И вот он, вот он, наш SSD с белой наклеечкой HP, которая в случае установки будет располагаться вниз головой. К сожалению, поэтому надо ставить обязательно радиатор. Что касается обратной стороны, здесь у нас имеется вот такая вот наклеечка на металлической основе, которая у нас распределяет тепло по всему SSD, как на наклепителях Samsung. Ну и на наклейке у нас указано, сделано в Китае, собственно, все коды, порт номер, серийный номер. В общем-то, давайте устанавливать и переходить к тестам. SSD HP X900 Pro, объем 512 гигабайта установлен. Переходим в управление дисками для того, чтобы инициализировать наш SSD, а не нужно. Он уже инициализирован, поэтому просто создаем в тактом NTFS и ждем форматирования. Чистый объем получили 476,94 гигабайта. Теперь смотрим, что же у нас будет в утилите CrystalDiskInfo. О, по нашему SSD, 46 градусов, пока все нормально, 3 включения, чтение, запись по нолям, общее время работы тоже 0 часов, перед нами абсолютно новенький SSD. Отлично. Теперь запускаем CPUID Hardware Monitor, здесь мы будем отслеживать максимальную температуру нашего SSD на тестах, как сильно у нас SSD нагреется. Ну и первый тест, это конечно же CrystalDiskMark, 5 прогонов по 1 гигабайту, запускаем тест. Ну а пока ждем результаты тестов, давайте перейдем на официальную страничку нашего SSD. Это сайт BVintage, раздел HP, где собственно и представлены накопители под брендом HP. Итак, 4-канальный контроллер, 3D NAND Flash и у нас есть здесь SLC Cache. Что касается объема 256, 512 и 1 терабайт, бывают скорости максимальные, для максимального по объему 1 терабайт у нас 2250 на чтение и 2060 на запись. Что ж, все проверим, гарантия у нас здесь 5 лет. Если мы откроем дата-шит нашего SSD, то здесь собственно мы и сможем увидеть 2240 мегабайт в секунду на чтение, 1960 мегабайт в секунду на запись, заявленная скорость и ресурс у нашей версии 320 терабайт. Ничего особенного, все как везде. Тесты завершены, накопитель в максимуме нагрелся до 70 градусов, а это уже горячо. Что ж, будем значит тестировать накопитель с установленным радиатором от материнской платы X570 Aorus Master. А пока продолжаем тестировать AS SSD Benchmark, смотрим сколько баллов накопитель наберет здесь. И здесь накопитель набирает 2667 баллов, да, маловато, хотелось бы больше. Кстати, что касается скорости в Crystal Disk Mark, при заявленном 2240 и 1960 накопитель получил достаточно высокие скорости. Можно считать, что скорости у нас подтвердились, более того, случайно 4К чтение 60 мегабайт в секунду. Отличный, хороший результат. Далее запускаем Ato Disk Benchmark и давайте смотреть, что сможет показать накопитель нам здесь. Увидим ли мы троттлинг. И все-таки мы получили снижение скорости. Снижение скорости у нас произошло на температуре 69 градусов. И да, это температура троттлинга у нас. Давайте посмотрим, что нам покажет Adjo Video Systems. Какие будут скорости. Ну, здесь вроде как все хорошо, вопросов нет. Теперь сворачиваем все наши синтетические тесты, делаем паузу 15 минут и предварительно запускаем, конечно же, команду Trim на нашем накопителе через оптимизацию. А теперь, по традиции, копируем папочку Render. Объем 100 гигабайт с 54.0 на накопителя. Потрет Vyper VP4300. И смотрим. Смотрим, что же у нас будет. Так, 1.9 гигабайт в секунду. Скорость реально записена на наш SSD. Смотрим, какой будет буфер и как сильно скорость упадет. И вот у нас, вот у нас снижение скорости после записи 75 гигабайт. Скорость у нас упала, но упала она у нас, не скажу, что очень сильно. До 500, вернулась до 700. 500 мегабайт в секунду после переполнения буфера. Что ж, вполне себе комфортная скорость. Температура у нас потихонечку растет. 67 градусов пока. К концу записи первой папки пока ничего не меняется. Температура 70 градусов. А не троттлинг ли это у нас был. Но давайте на всякий случай сейчас запишем еще вторую папочку. И посмотрим, изменится что-то у нас по скорости или нет. Так, скорость сразу же падает до 460, 470 мегабайт в секунду. Смотрим, что будет дальше. На записи второй папки скоростью также держится 460, 470 мегабайт в секунду. 72 градуса уже нагрелся наш SSD. Поэтому продолжаем заполнять и смотреть, что будет у нас по скорости и температуре. Запись третьей папки подходит к концу. Со скоростью все по-прежнему. Но максимальная температура была уже 74 градуса. Поэтому продолжаем заполнять наш SSD последней, четвертой папкой. Ну а на записи четвертой папки у нас скорость просела. После записи в итоге 315 гигабайт. Скорость просела до 250 мегабайт в секунду. Температура, соответственно, сразу же у нас стала ниже. 68 градусов. Так как мы с вами заполнили накопитель на 400 гигабайт, предлагаю сделать тест в CrystalDiskMark при заполнении. Но для начала выполним команду Trim и сделаем паузу 15 минут. И по результатам тестов на заполненном SSD, скорости линейные у нас остались на прежнем уровне. А вот 4К случайное чтение у нас снизилось до 44 мегабайт в секунду. Что ж, с этим все понятно. Теперь удаляем все данные с нашего SSD. А теперь запускаем AIDA64. Сразу же посмотрим, что у нас по датчикам на нашем SSD. Датчика температуры здесь у нас 2. И давайте запустим тест диска на линейную запись на нашем накопителе. Так, куда это у нас все спряталось? На нашем SSD HP. Так, линейная запись, ждем результат. Тест завершен. Вот такой вот интересный график мы с вами получили. И давайте теперь определим контроллер на нашем SSD. Тип памяти, предположительно, здесь у нас Silicon Motion. Поэтому давайте запускать и смотреть, что же на нашем накопителе 1. Нет, друзья, это не Silicon Motion. Так, тогда проверим на Faison. Может быть он. И это не Faison. Ха, интересно. Давайте проверим на Realtek. Вдруг, вдруг здесь у нас Realtek. И нет, Realtek у нас здесь не определился. Так, смотрим на Marvel. Не оно, к сожалению. Что ж, будем, значит, вскрывать. Открывать наклепку, смотрите, что вскрывается под них. И там будет перемаркированная под HP. Перемаркированная маркировка. Давайте отклеим наклейку с нашего SSD и посмотрим, что же скрывается под ней. Видим два чипа памяти с маркировкой BV, что означает BWIN. Видим DRAM Cache. Один чип NANIA. Видим контроллер с маркировкой HP. Что ж, вот такой вот SSD перед нами. Сейчас устанавливаем его под радиатор от материнской платы. И делаем тесты снова. На SSD накопитель HP EX900 PRO объем 512 гигабайт установлен радиатор. Давайте посмотрим. 30 градусов у нас на старте. Абсолютно холодненький SSD. 25 градусов в комнате. Что ж, давайте сразу же запустим CPU-D hardware монитор. Здесь мы будем отслеживать максимальную температуру, до которой сможет разогреться SSD. Ну и сразу же запустим AIDA64, точнее датчики на нашем SSD. И будем в процессе наблюдать, как нагревается SSD. Точнее, как нагревается, какую температуру показывают два датчика, которые здесь присутствуют. Максимальная температура у нас была 74 градуса. Смотрим, что же у нас будет с радиатором от материнской платы X570 Aorus Master. Тесты CrystalDiskMark у нас завершены. Цифры получили чуть выше, чем было на тестах без радиатора. Уже хорошо. Что касается датчиков температур в AIDA64, они просто как будто бы дублируют друг друга. Скорее всего, датчик здесь все-таки один. Дальше запускаем AIS SSD Benchmark. Смотрим на результаты здесь. Сколько накопитель наберет баллов. И здесь также накопитель получает чуть больше баллов, чем на первом тесте. Но все равно такое значение низкое, я там так скажу. Запускаем AIS SSD Benchmark. И давайте посмотрим, будет ли троттлинг у нас на графике здесь. Тест у нас завершился. Накопитель в максимуме нагрелся всего до 50 градусов. Мы видим хороший ровный график в начале. К концу у нас скорость чтения пошла почему-то вниз. Странно. Ну да ладно. Самое главное, мы видим, что радиатор у нас очень эффективный и работает. Поэтому остается сделать тест AJA Video Systems. Посмотрим, что у нас здесь. Ну и здесь все хорошо. Теперь сворачиваем все наши синтетические тесты. И переходим к тесту на реальную скорость записи. Только через 15 минут. Пауза обязательно. И конечно же выполним команду 3 средствами Microsoft Windows через оптимизацию. Ну а теперь давайте копировать нашу любимую папочку. Рендер. Объемом 100 гигабайт с накопителя. Потрет Vyper VP4300. И смотреть, что же будет у нас по скорости. Так, 1.9 гигабайта в секунду. Все отлично. Все точно так же. Ждем и смотрим, что будет дальше. И так, и вот у нас снижение скорости. Точно так же после заполнения SSD на 75 гигабайт. И точно так же просадка до 500, подъем до 700. И сейчас у нас скорость будет держаться в отметке 500 мегабайт в секунду. Что же, давайте посмотрим, как поведет себя температура SSD при заполнении на 400 гигабайт. То есть будем записывать 4 папки. Первая. Запись второй папки у нас подходит к концу. Третья. Ну а на записи последней четвертой папки мы с вами видим примерно ту же самую картину. Также скорости у нас упали после записи примерно 300. Ну тут наверное 312-313 гигабайт. Скорость упала до 270-280 мегабайт в секунду. На этой отметке держится. Самое же главное, температура нашего SSD 57 градусов была в максимуме. После просадки до 280 мегабайт в секунду скорость упала до 58. Отличный результат. Так что сейчас удаляем все данные. Не будем делать тесты дополнительные в CrystalDiskMark. Там мы все увидели. Выполняем команду trim. И через 15 минут переходим к тесту на линейную запись в AIDA64. Посмотрим, как накопитель поведет себя там. Итак, тест у нас завершился. Видим буфер. Видим примерно тот же буфер. И видим, что скорости скачут. И скачут они довольно сильно. Но давайте сверим с тем, что мы с вами уже видели на первом тесте. И сравним. Ну определенно с радиатором SSD показывает себя лучше и быстрее. Тесты завершены. Результаты получены. Получили вот такого SSD. Что касается контроллера. То предположительно здесь Silicon Motion 2263, 2262. И хорошо, кстати, что есть у нас здесь DRAM Cache. Которая равняется объемом 512 МБ. На тестах контроллера определить не удалось. Как не удалось определить и чипы памяти, которые здесь используются. Ну чипы имеют маркировку BWIN. Что же касается реальных тестов записи. То получили 1.9 ГБ в секунду на запись в самом начале. Отлично. Вопросов нет. Буфер 75 ГБ. Тоже я считаю нормально. И после переполнения скорость падает до 500 МБ в секунду. И вот благодаря, кстати, DRAM Cache у нас скорость не падает так сильно. 500 МБ в секунду вполне себе комфортная скорость для записи. В любом случае быстрее даже, чем SATA SSD. Не на каждом SATA SSD есть такая скорость. Так что в плане записи накопитель показал себя очень даже хорошо. Но что касается температуры, то, к сожалению, если мы используем без радиатора SSD, у нас температура улетает далеко. Троллинг начинается от отметки 69 градусов. Ну и мне удалось нагреть накопитель до 74 градусов. Что, ну, все-таки, блин, многовато. На SSD имеются светодиоды индикации по работе. Ну, это так, мелочи, так скажем, заманушка. Но мы-то знаем, что толку-то от них нет. Ну, а по итогу, в принципе, неплохой SSD. Конечно, за такие деньги хотелось бы увидеть скорости побольше и повыше. Но реальные тесты показывают, что здесь и даже с такими заявленными скоростями на реальных тестах все более-менее хорошо. Так что смотрите сами, покупать вам этот SSD или нет. Ну, у меня на этом все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. И для тех, кто до сих пор не знает, сколько стоит этот SSD, ссылочки есть под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. Если все понравилось, можете покупать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok